Что ж, наиболее популярное место для автомобилистов, магазин Автолайф, располагается здесь, на улице Галлиулина 5А. Рядом находится и вкус радости, рядом находится автомойка, ну в общем, наиболее активно продвигаемое автомобильное место города Магнитогорска, улица Советская. Ну это не улица Советская, я уже говорил, маленькая проблемка есть в части улицы Советской, которая будет проходить, ну чуть дальше. Вот мы намеренно сейчас топчемся на, знаете, ком? На автодилерах, потому что вот эти автодилеры первым делом срезали рекламу, ну и что получили? Мы всегда говорили, что не могут бесконечно они продавать столько автомобилей, сколько продавалось ранее в городе Магнитогорске. Магнитогорск не резиновый, поэтому надо было думать головой. И сейчас, и сейчас даже отказавшись от услуг автодилеров, мы, автостоп, спокойно живем, живем и работаем. И помогаем, главное, другим работать. Потому что вот я даже специально сегодня надел курточку такую, которую вы здесь не купите ни на каком рынке и ни в одном из магазинов. Я его купил в Индии, кстати. Вот, и не знал, что нам не пригодится. Сегодня нам пригодилось, потому что сегодня мы представляем фирму Матюль. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не было бы кризиса, но не включили бы мы мозги и не стали бы рыть землю и искать новые способы заработать деньги. Мы реально освоили только треть того, что представлено на рынке. И нам везли, извините, самый дешевый ширпотреб. И это касается буквально всего. Конечно, и придет время, и мы во второй раз привезем вам из Штатов очередную бомбу информационную. А у меня лично крышу снесло от ассортимента масел. Если честно, ранее не виданного. История марки Матюль на самом деле уходит в 1853 год. То есть бренд появился как раз таки в 1853 году. И по сути насчитывает более 150 лет своей истории. Первоначально Матюль начал заниматься жировыми смазками для пароходов и паровозов. Естественно, 20 век – это заря автоиндустрии. Так скажем, появлялись первые автомобили. Матюль шел в ногу со всеми остальными брендами. Чем Матюль отличается и где он вышел вперед – это ориентировочно начало 70-х годов. Были разработаны первые старовые масла. Чем, допустим, и старовые масла отличаются от всех технологий. Масла получаются более качественные в силу того, что пленка, масел Матюль, она более устойчива по сравнению с самыми лучшими поли-альфа-лефиновыми маслами порядка в 4 раза, так скажем. То есть если мы говорим о минеральных маслах, то пленка минерального масла выдерживает порядка 1,5 тонн на сантиметр квадратный под давлением на разрыв. То есть если эта норма превышена, естественно, пленочка разрывается, масло практически перестает работать. Начинается естественный износ. Масла, так скажем, гидрокрекинговые, они имеют устойчивость на разрыв порядка 3,5 тонн на сантиметр квадратный. До недавнего времени пиком вот этого параметра было 6,5 тонн на сантиметр квадратный. Это речь идет о поли-альфа-лефиновых маслах. Когда речь заходит о эстеровых маслах, там значение доходит до 22 тонн. Компания «Матюль» на данный момент обладает самым большим ассортиментом из всех производителей, которые просто в мире находятся. Независимо от того, будь то автогамма, будь то мотогамма. А мотогамма, наверное, все-таки на нашем рынке так получилось, что в первую очередь о маслах «Матюль» узнали мотоциклисты, первые проверили это. «Матюль» очень давно сотрудничает с командами «Ямаха» и «Сузуки» в кубке GP, то есть в соревнованиях. Плюс ко всему, самая широкая гамма у «Матюля», независимо от конкурентов, то есть с кем мы не будем сравнивать, это масла для экстремальной техники, ну то есть спорт, отдых, плюс ко всему очень широкая линейка, самая широкая для садовой техники. Это снегоуборочные машины, генераторы, все что угодно, то есть газонокосилки, туда попадают бензопилы и так далее. Ну и самого простого обывателя, самого востребованного интересуют реальные экономические характеристики. Мы знаем, что масло угорает, масло окисляется, масло замерзает зимой, ну и необходимо, соответственно, доливать, если окисляется и угорает, и выдавливает. Вот эти показатели. Ну да, одна из самых, наверное, больших проблем, то есть люди сталкиваются, автолюбители с угаром масла, вот «Матюль», большинство вариантов, так скажем, масло, если они правильно подобраны в конкретный двигатель, а угар масла убивает, грубо скажем. То есть угар масла, если, допустим, двигатель не полностью перестает расходовать масло, в всяком случае он уменьшается, и уменьшается значительно. То есть это, наверное, первый основополагающий фактор экономии. Плюс ко всему, при использовании масла «Матюль» и при переходе, допустим, с любого другого бренда, ну опять же, в аналогичной ценовой категории на масло марки «Матюль» наблюдается то, что двигатель, ну, грубо говоря, начинает работать тише. Вот, то есть зачастую пропадают проблемы с гидрокоменсаторами. То есть это очень злободневный вопрос на самом деле. Вот. Плюс ко всему, зачастую получается так, что у некоторых автологельцев не один автомобиль, два, бывает и больше. То есть некоторые автомобили зачастую простаивают, там, в месяц, иногда больше. Здесь проблема с окислением, в первую очередь, возникает. Вот. И в чем основной, самый большой плюс старых масел «Матюльевских» в том, что они, если мы даже будем сравнивать с поли-альфа-лифиновыми маслами, это предел достижений, так скажем, опять же, других брендов, окисляется, но в разы меньше. То есть для того, чтобы масло «Матюльевское» окислилось, ну, я не знаю, нужно, наверное, года два, два с половиной ждать, и то, чтобы двигатель совсем не работал. Плюс ко всему, у «Матюльевских» масел самая стабильная пленка. То есть, может быть, уже все наслышаны о том, что масло прилипает к стенкам цилиндра. Здесь это действительно так. И причем, если мы берем эстеровую линейку масел, есть такой момент очень интересный, то, что при работе камеры сгорания, допустим, грубо говоря, происходит вспышка, ну, то есть поршень пошел вниз, маслосъемное кольцо эстеровое масло полностью снять не может со стенки цилиндра. Это как раз-таки тот случай, когда двигатель постоянно смазан. И вот в этом случае естественный угад, в принципе, он не исключен. Но, опять же, мы говорим о серии 300V. Это масла на основе двойных эстеров. Ну, это спортивная линейка, там это допустимо, действительно. А нас ждет зима, наша зима. Касаемо пусковых свойств двигателя, то есть здесь мы плавно перетекли на самом деле. То есть, повторюсь, то, что масло очень стабильно закрепляется на стенке камеры сгорания, то есть на стенке цилиндра на зеркале. Естественно, после холодной уральской ночи, у нас морозы бывают и до минус 40 дает, если аккумулятор не подведет, с пуском проблем никаких не будет абсолютно. То есть двигатель постоянно смазан, то есть каждая его часть. Ну, действительно, мы всегда занимались кастролом, петролиум, мобил. Мочу для нас масло новое. И на сегодняшний день, насколько я информирован об этом бренде, это масло как бы немножко специфическое. Оно должно подбираться под автомобиль, под снегоходную технику, мототехнику, водную технику. И чтобы определить его качество, все-таки необходимо попробовать. И для себя я подумал, что есть смысл просто определить качество этого масла. Это если стучат клапана, первое, залил и стук исчез, все-таки масло подходит. Если идет угар масла и залил мотюль, угар уменьшился или исчез вообще, то есть, соответственно, масло подходит. Ну и, наверное, по шуму двигателя. Это чисто визуальные, чисто такие ощущения просто обычные, будем так говорить, как обычного человека, не мастера в мастерской, а именно просто обычного потребителя. Автолайф «Жизнь машинная» в дословном переводе сейчас предстает в совершенно ином цвете и с совершенно другими ценами. Сегодня и сейчас востребовано что? Низкие цены, а иногда и самые низкие, как-то на обалденном сейле, то есть финальной распродаже авторезины. Крупнейший в городе ассортимент масел, и это тоже факт. И запчасти, естественно. В Магнитогорске в наличии 135 тысяч единиц автотранспорта. И даже учитывая самую плохую в мире и в стране манеру вождения, и как следствие аварийность, и как следствие естественную убыль, количество машин будет только увеличиваться. Машин, естественно, бывших в употреблении. Потому что новая машина стоит только в салоне. Потому что новые достойные, а не отстойные автомобили, очень скоро будут стоить, как две машины с правым рулем. Или как растаможенный по полной программе 600-й Мерседес. В вечно любимом, офигенно крепком и идеально скроенном 140-м кузове. Очень скоро даже самый невменяемый автолюбитель поймет, что переплатив за гарантию, он лоханулся не по-детски. Потому что к запчастям на иномарку, конечно, плюсуется растаможка. Но учитывая качество, вы тратите в разы меньше, чем на отечественное. Пусть даже дособранное, в большинстве в своем низкокачественное и максимально упрощенное авто. И запомните, и запишите, и сделайте татуировку. При грамотной эксплуатации любого автомобиля, стук, либо скрип, не повод лезть в заботливо расставленную дилерами мышеловку. Ну, максимум за две недели вам привезти могут любую запчасть. А Автолайф, опираясь на свой опыт работы, постарается сделать это и быстрее, и дешевле, чем остальные. Ощущение уже труднопередаваемое от того, что Автолайф вернулся на телевизионные экраны. Это ощущение тех людей, которые продают автомобильную резину. Они не смогли проконкурировать с вами, потому что вы единственное устроили просто ликвидационную распродажу. Настолько снизили цены, что, ну, действительно, с вами сложно конкурировать в этом смысле. Но я так думаю, что грузовик-то с паряниками не имеет особенность переворачиваться постоянно. Да, у нас резина, как была по закупочным ценам, так реально она и осталась. Конечно, количество уменьшается с каждым днем, поэтому потребители должны сами для себя принять решение, у кого эту резину брать. Теперь мы поговорим о том, чем вы занимаетесь профессионально. Автолайф профессионально возил запчасти на японские автомобили. Автолайф профессионально возил запчасти на корейские автомобили. Но сейчас в городе появилось очень много и других машин. И мы знаем, что дилеры не в состоянии просто обслужить весь тот ассортимент своих автомобилей. Ну и тем более на рынке есть и детали, которые дешевле оригиналов. Действительно, сейчас мы возим и на европейские автомобили, кроме корейских и японских. И стараемся, конечно, возить неоригинальные запчасти, которые получаются не то, что дешевые. Они просто дешевле, чем оригинал, но по качеству не уступают. Поэтому необходимо выбрать те бренды для потребителя, которые именно очень качественные. Качественные неоригиналы. По срокам это может быть от 2-3-5 дней до недели. В зависимости от самой запчасти. И сейчас выбираем, конечно, из большого количества поставщиков, те, у которых ниже цены на одинаковые запчасти и меньше сроки. Это первое. И в наличии стараемся держать, конечно, расходные материалы. То есть это фильтры, свечи какие-то вот такие. То есть на заказ везем все. В любом случае, то, что у вас не отнять, эта свобода выбора заставит вас прокатиться и не по одному магазину в том числе. Тут дельный совет. Чем круче место и навороченнее вывеска, тем цена, естественно, выше. Молодой до ранний типа специалист может наобещать с 3 короба искрыться. И такие случаи были. Но репутация Автолайфа, который больше 10 лет работает на рынке и соответствующий опыт, по-моему, в большей раскрутке, чем раскрутка временем, не нуждается. В прошлом материале я вам рассказывал о том, что тот самый свой любимый Ford Taurus я начал обслуживать здесь. Потому что были в Автолайфе, извините, свечи в наличии, которые я сейчас нигде в городе не могу найти. Вот были и подушки по двигателю, лишь шаровые, а, простите, шрусы были. Теперь у меня другие автомобили. И на другой автомобиль, типа Nissan Skyline R33 с двигателем RB25DET, запчасти я все-таки приобрету здесь. Есть и другие конкуренты, вы можете выбирать, а можно не выбирать. Сегодня Автолайф работает максимально быстро. Есть здесь такой выбор того, чего даже в больших супермаркетах автомобильных нет. Это я про те самые масла. Конечно, сейчас работать и привозить в наличии те же фильтра накладное. А вот так, чтобы сроки соблюсти и настроение хорошее совместить вместе и свое, и заказчика, тут надо постараться. Да, ну и в завершении, конечно же, про тот грузовик с пряниками, который уже уехал, а пряники еще остались. Но на пряники сегодня охота. То есть на автомобильную резину по ликвидационным ценам.